Потор от стиралки, это от стиралки. Главное оно крутится, ну и в принципе некие 10 вольт оно нам дает. Сейчас у нас от 15 до 19. Норм. Вот такие показания у нас под нагрузкой. 150 ватт. Колесо у нас готово, но эта обработка должна дышать. Чтобы если возникает небольшой люкс колеса, потому что зафиксировалась, но крутиться она не будет. Лови! Копать, хоронить. Хоронить, не перехоронить. То уровень воды поднимется вот до этой палки. А если будет большая вода, то вот по тому ручью будет она уходить вбок. Все крутится. Это вал, здесь подшипники. Значит пора делать генератор. Мотор от стиралки. Это от стиралки, ремень от стиралки. Что мы будем делать? Ставим сюда вот этот рюклин. Сюда. И здесь у нас будет стоять генератор. Ремень будет надеваться вот сюда. Я довезал такую панерку. В панерке прорезал дырочки. Я фрезерами прорезал, чтобы можно было подтягивать ремень. То есть если отпустить болты, весь панер вместе с ремнем у нас будет двигаться. Решающий момент. Мы собрали всю эту историю. Теперь колесо крутится. Крутится вал, крутится шкив. С большого шкипа через ремень передается на генератор, на наш генератор. И сейчас я буду выполнять роль воды, а Паша будет мерить, если у нас все. Да, это мы только проверяли с помощью дрейма. Момент есть. Пускай, Паша. Еее! Арт-объект уже точно есть. Паша, ты доволен? Еее! Погнали. Тут 50-ый выход. Это труба примерно 60. Труба от бетона насоса досталась мне за так. Мы положили трубу просто вдоль ручья. Вот у нас идет 60. 60-60. А вот здесь сделан переход. Это 60, это сотка тоже от бетона насоса. И вот наша труба, она должна уходить у нас в озеро вот туда. Ну а пока что я положил просто ее самотеком. Сегодня крутили руками и мы поняли, что генератору недостаточно оборотов. Но главное не расстраиваться, когда что-то экспериментируете. Потому что, соответственно, не получилось сегодня. С другой стороны, мы поняли, то есть мы померили, поняли, что вот у нас столько-то оборотов. И нужно поехать в магазин. Сейчас нарисуем схемку и докупить еще каких-то историй. Но главное оно крутится. Ну и, в принципе, некие 10 вольт оно нам дает. Хотел сделать большой шкив из крепления барабана машинки. И сделал его. И поставил. И натянул. И когда началось вращение, казалось, что оно, это колесо, оно не симметричное. Вот смотрим. Внутренний диаметр тут видно 24. Короче, яйцо 2 сантиметра получается разница овальная. Будем двигаться дальше. В боевке ничего нет, магазинов нет. Соседей тоже особо ничего нет. Обратил внимание на барабан машинки автомат. Идеально круглой формы. В общем, болгаркой я его чипнул. Краям придал констообразную форму. Положительная динамика есть. Самый первый раз, когда мы запустили генератор, у нас получилось 5 вольт. Сейчас у нас от 15 до 19. Три раза уже подняли. Хорошо бы до 30 подняться. Не знаем, насколько это реально. Она сказала, зря распылил. Нужно было целиком ставить. Заодно бы и вещи стирали. Так, друзья, очередная переделка. Я уже ненавижу эти шкивы, ремни. Поставили арт-объект. Это был арт-объект. Боевой товарищ. Опыт от Саня Нововелика, который прошел огонь, воду и медные трубы. Потом висел, украшал их горд. Теперь, возможно, послужит добрым и благом выбором. Вся надежда на него. Норм. У нас вольт. Теперь надо дать нагрузку. Нужно попробовать подключить фару от суббуканцев. Давай подключим. Подключили через диодный мост. Выпрямили генератор. Дает у нас примерно 18 вольт. Здесь стоит повышающая плата. Потому что наш инвертор определяет входное напряжение минимум 30 вольт. Здесь подняли до максимально возможного уровня до 66 вольт. Приборчик для измерения емкости батареи дает вот такие показания. 46 вольт, 5 ампер, 345 ватт без нагрузки. Генератор подключен вместо панелей. Я иду включать нагрузку. Инвертор сейчас определит панель. Включил автомат. Смотрим. Инвертор определил у нас. Панель. Сейчас должен дать заряд. Пошла зарядка. Пошла зарядка. Пошла зарядка. Напряжение упало с 66 вольт до 34 вольт. 5 ампер, 180 ватт. Зависит от того, сколько потребляет инвертор. Потребление пропало. Колесо заметно меняет обороты. Под нагрузкой значительно медленнее вращается. Вот пошел забор. 3,4 вольта, 180 ватт. Вот такие показания у нас под нагрузкой. 150 ватт. 150 ватт. Непорт под нагрузкой. Классниг. Покон. Классниг. Покон и 2022. Классниг. Сake. Класснинг. Так, я все соединил здесь. Тот конец конвертера отключен. Сейчас покрутим, посмотрим, все ли в порядке у нас. Если все ок, тогда закрываем, закапываем и там подключаем. Смотрите, здесь вортметр. Подключен на выход наши платы. Я подписал IN-OUT. Пошло напряжение. 9 Вт. Так, запускаем. 30 и 7 Вт. Включаю к нашей разъеме. Вот вольтметр. Вторая сторона, которая пойдет к инвертору в параллель с панелями. Еще будет стоять диод шутки. На панелях он всегда стоит по умолчанию. 50 Вольт приходит. Все ок. Так что соединяем все на постоянку. 12-13 Вольт. Воды очень мало. 12-13-14 Вольт. Обычно здесь после дождя, как раз когда нам нужна генерация энергии, вода идет прям в давление. То есть, когда нам нужна будет энергия, ее будет достаточно. Домик нашего генератора готов. Вот такой скворечник. Должно быть сухо. Это вот окошко. Все загерметизировал. Саморезы тоже закрылся. Правый дым 2 метра. Вот так все выглядит. Здесь окошко для диагностики с вольтметром. Рукой крутим. Раз. И 5 Вольт. 5-6. Раз. На видео моргает, так не моргает. За окном ночь. Солнца нет. Что мы видим здесь? Чарджинг. Зарядка. Воды очень мало. Несколько есть. Но в любом случае, инвертор видит напряжение. Идет зарядка. Даже несмотря на то, что солнышко уже зашло. Покажу подробнее. Вот наш инвертор. Мы сделали две сборки. Одна вот наша хромая. Меняли банки. Уходили в строя. Сейчас запустили работу. Работает. Вторая сборка это аккумулятор от Nissan Leaf. Все выравнено по напряжению. Общая емкость 180 Ач. Проверял по приборам. Все сходится примерно. Шиток. Уже запитали наш домик. Отдельно вот кухня летний домик. Электрозабор. Отдельный интернет. Потом можно пересадить на кухню. И реле для бензинового генератора. В общем, полная автономность. Все работает. Все класс. 21 вектор. И так подведем итоги всего эксперимента. Колесо крутится. Водяная мельница работает. Биение колеса минимальное. Генератор подключили. Концепция передачи оборотов на него отработана. Проверили опытным путем, что генератор вырабатывает электричество. Солнечный инвертор определяет напряжение на входе. Нагружает генератор. Заряжает аккумулятор. Определили опытным путем количество оборотов вала генератора. Добились 300-350 оборотов в минуту. На момент эксперимента воды было мало. Возможно, когда ручей наполнится водой, обороты будут выше. Чтобы поднять напряжение до 40 вольт, этот генератор должен стабильно вращаться 500 оборотов в минуту. Примерная мощность генератора, измеренная токовыми клещами, а не китайским прибором составила 60 ватт. Этого нам недостаточно, так как электрозабор, интернет, веб-камера и сам инвертор потребляют более 100 ватт в час. Так что продолжение следует, следите за нашими видео, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Айбгаэка главное не бояться. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok